Приветствую вас многоуважаемые дамы и господа, меня зовут Майя и в этом видео я хочу с вами поделиться перечнем моих подписок бьюти-блогеров, которых я смотрю. Небольшое вступление. Зарегистрировалась я на ютубе в 2009 году и в тот момент список моих подписок был просто огромным. Я с жадностью поглощала все, что попадалось мне на пути, но впоследствии я начала фильтровать все, что у меня было. Многие выбыли из этого списка и по состоянию на сегодняшний день, то есть 11 лет спустя, мои подписки являются уже таким неким устаканившимся, стабильным списком, в который уже крайне редко попадает нечто залетное. Я уже понимаю, что мне нужно, я понимаю, что мне нравится и почему, собственно, я решила поделиться. Очень часто знакомые, которые знают о моем хобби, то есть о макияже, интересуются, кого же я смотрю, кто меня вдохновляет, у кого я учусь. Впрочем, про обучение это уже, наверное, тема отдельного видео. Сегодня будут именно бьюти-блогеры. Если вам интересно, кого из преподавателей я смотрю, у кого я учусь макияжу и прическам, вы, пожалуйста, напишите, я обязательно об этом сниму видео. А сегодня будут именно бьюти-блогеры. Ну что, поехали? Итак, список моих подписок состоит из блогеров России и Украины. Вот как-то так сложилось. Надо сказать, что Украина – это такая вообще невероятно плодородная земля, которая взрастила огромное количество талантливых людей. И касается этого не только бьюти-блогинга. Мы знаем очень много и певцов талантливых, и деятелей искусств. Ну, в общем-то, сегодня речь о бьюти-блогерах. Первое, о ком я хочу рассказать, это Ирина. Это бьюти-блогер и визажист из Одессы. Ее канал называется Beauty Benefits TV. Все это только исключительно мое субъективное мнение. Ни в коем случае не воспринимайте это как факты. Но в то же время, если наши мнения иногда совпадают, и вы замечали, что мои рекомендации для вас работают... Ирина – большая трудяга. Она делает невероятно информативные видео. Она очень щедро делится информацией. Ее очень приятно слушать. Я считаю, что она заслуживает просто миллионов подписчиков. Сейчас у нее на канале что-то около 200 тысяч, наверное. И недавно Ирина стала мамой, с чем я ее сердечно поздравляю. Желаю всего самого хорошего. И очень желаю, чтобы Ирина как можно скорее вернулась в строй. И мы наслаждались ее творчеством в полной мере. Пожалуйста, подписывайтесь. Кстати, все ссылки я оставлю обязательно внизу, чтобы вы могли подписаться на моих любимых блогеров. Следующий бьюти-блогер тоже из Украины. Она живет в Киеве и зовут ее Диана Суворова. Всем привет! С вами Диана Суворова. Как вы уже поняли, в этом видео буду подводить небольшой итог этого лета и покажу самую любимую бюджетную косметику, которую я чаще всего пользовалась именно этим летом. Невероятно приятная девушка. Ее так приятно слушать. Ее вот эта позитивная энергетика, она прям проникает сквозь оптоволокно, и вы ощущаете эту энергетику сквозь монитор. Она делает классные обзоры, очень честные. Она делает тест-драйвы, она затрагивает различные темы. Очень рекомендую на нее подписаться. Следующая девушка родом из Херсона. Насколько я помню, ее ник называется Елена864. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, уже прочитали название этого видео. И спешите посмотреть и узнать, что же интересного можно приобрести в бренде Шарлотт Тилбери. Лена живет достаточно продолжительное время в Норвегии. Эту тему она достаточно широко освещает. Она рассказывает о том, какой путь она проделала, как она училась в Норвегии. Все вопросы, связанные с эмиграцией, она затрагивает достаточно детально и подробно. Рассказывает также о своих каких-то личных перипетиях, о своем браке, о своем разводе. В общем, она невероятная красавица. Ее очень интересно слушать. Очень хороший человек, я уверена. Я буду счастлива, если нам когда-то представится возможность встретиться и познакомиться лично. Это, кстати, касается всех блогеров, которых я сейчас перечисляю и буду перечислять. В общем, Лене желаю процветания канала и чтобы все у нее складывалось замечательно. Лена Ленский Бьюти. Если вы видите что-то интересное, то пишите ниже под видео. Возможно, вам был бы интересен тест-драйв. Это всегда на дне самых моих любимых видео. Лена Ленский Бьюти. Это просто бриллиант русскоязычного ютуба. Лена поймала такую очень актуальную волну в связи с тем, что она живет в Калифорнии какое-то время. Насколько я понимаю, родом она из Москвы. Лена очень с юмором, иронично и очень информативно освещает скандалы и интриги американского ютуба. Если вы хотите знать, что же происходит у любого американского бренда, там, не знаю, Анастасия Беверли-Хилл, Скэт Вон Ди, Фэнти, там, Скандалы, а-ля Тати, Джеймс Чарльз, то можете смело заходить к Лене на канал. У нее есть несколько видео. Они длинные, очень классно снятые, с юмором, просто супер. Посмотрите. Ну и помимо всего прочего, Лена большая очаровашка, обаяшка, красавица, умница, делает очень красивые макияжи. Рекомендую. Это прям вот must-have. Лена Ленский Бьюти. Следующий блогер, на которого я подписана, это Марк Кауфман. Эй, всем привет, меня зовут Марк. Сегодня мы с вами будем обсуждать косметику Веры Брежневой. Марк, насколько я понимаю, визажист, профессиональный, но я, честно, совершенно не знакома с его творчеством. Я, можно сказать, и не видела ни одной его работы, но он в очень цинично-ироничной манере делает какие-то обзоры на косметику, на уход и на американские в том числе, разносит в пух и прах какие-то неудачные продукты. В общем, если у меня есть соответствующее настроение, я могу с удовольствием посмотреть вот это цинично-ироничное творчество, перемешанное с легким матерком. Это бывает действительно очень прикольно. Марк Кауфман. А теперь блогер. Как говорится, блогером можешь ты не быть, но за Наталиной ты следить обязан. Наталина М.Ю. Всем большой привет, меня зовут Наталина, и это одно из просто самых лично моих ожидаемых видео года. Это мои косметические разочарования. Мне кажется, Наталину знают все. Наталина попалась мне в списках рекомендаций в коллаборации с Андреем Петровым. У них есть рубрика, называется «Стрём или норм?», в которой они тестируют косметику и дают свое заключение. Хорошо ли, плохо ли. И, в общем-то, оттуда я узнала Наталину, незамедлительно подписалась на ее канал, потому что она мне очень симпатизирует. И с тех пор я ее смотрю. Это уже достаточно давно случилось. Наталина очень сильно выросла. Чем она мне нравится? Прежде всего, это человек с четкой гражданской позицией и с четким, совершенно конкретным мнением по многим вопросам. И ее с этого мнения сдвинуть практически невозможно. Она очень твердо стоит на этом, отстаивает его и, в общем-то, воплощает в жизнь все, что она считает необходимым с учетом вот этой своей особенности. Она очень разносторонне развитый человек. Она и занимается благотворительностью, она выпускает свой мерч, она и прекраснейший визажист. У нее была уже студия, где она обучала мастеров и оказывала услуги в сфере красоты. К сожалению, насколько я понимаю, студия закрылась. Но творчество продолжается, творчество не дремлет. Наталина в одном из своих видео сказала, что она планирует сконцентрироваться именно на бьюти-блогинге, что у нее с блеском получается. Я подписана на Наталину в качестве спонсора. Я там плачу, у меня списывается с карты какая-то сумма раз в месяц. И там для спонсоров она делает отдельные трансляции. Это очень здорово. Я действительно хочу ее поддержать, вот поэтому я себе оформила такую подписку. и с удовольствием это делаю. Далее Олеся Борзаева. Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет долгожданный ролик на моем канале. Как же ее приятно слушать. Это бьюти-блогер из Санкт-Петербурга. Вы знаете, наверное, нет ни одного другого блогера, у которого была бы настолько грамотная, красивая русская речь. Это услада для моих ушей. Причем Олеся, как оказалось, ведет канал очень давно. Я зашла к ней на канал, посмотрела список видео. Первые видео датированы каким-то вообще лохматым годом. И Олеся в последнее время очень сильно выросла. Мне очень приятно осознавать свою причастность к этому росту. Это блогер с огромнейшим потенциалом. Она тоже заслуживает просто миллионов. Мне очень она нравится. И как она все рассказывает, как она все делает. И ее чувство юмора. Я очень рекомендую на нее подписаться. Просто супер. Это тоже блогер из Украины. Это профессиональный фотограф, которая очень сильно следит за качеством своей картинки. У нее профессиональный звук, профессиональный свет. Она делает очень красивые макияжи. Она очень приятный человек. Она очень щедро делится информацией. Если она освещает какую-то тему, то это будет... Она выложится на полную. Очень информативное видео. Очень она мне нравится. Тоже рекомендую подписаться. Еще одна Оля. Ник у нее Red Otom. Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео время топов открывается. Я тоже за ней слежу очень давно. И тоже наблюдаю, насколько сильно она выросла. Это тоже невероятно образованная девушка. С невероятно красивой речью. Она и обзоры делает, и макияжи делает. У нее есть разные циклы видео. Там про бьюти-боксы, про адвент-календари. Очень здорово. И чувство юмора ее мне тоже очень близко. И просто супер. Подписывайтесь обязательно. Рита Т. Короче, скоро Новый год, а новогоднего махуяжа на моем канале нет. Непорядок. Надо это исправить. Маргарита Тимофеева из Красноярска. Невероятная девушка с интересной историей. Все дело в том, что Рита чемпионка России, если я не ошибаюсь, по плаванию. Но в какой-то момент, насколько я понимаю, случилась какая-то травма, которая, в общем-то, побудила ее закончить свою спортивную карьеру. И подалась Рита в бьюти-блогинг. И что примечательно, наверняка вы все знаете, те, кто смотрит YouTube, что есть такая очень популярная тема – обзоры трэш-салонов красоты. Этим занимался и Андрей Петров, и Егор Андрюшин, и, как девушку зовут, Алена Погребняк. Но родоначальником этой темы является Рита Т. Как это ни странно. Многие просто об этом не знают. И я очень много видела комментариев под ее видео, где ей пишут «Вот, ты там украла идею, как ты так можешь, нехорошо ты поступила». Нет, ничего она не украла. Она действительно... Ну, во-первых, никто никому не может запретить снимать видео на ту или иную тему. В общем-то, по факту, и это видео, оно тоже взялось не в моей голове. Это достаточно распространенная тема для видео, на кого я подписана в YouTube. Также и Рита, в общем-то, могла совершенно запросто, даже если бы она не была первой, позаимствовать эту идею у кого-то и развить ее на своем уровне. Но она действительно сделала это первая. И она тоже в достаточно циничной, ироничной манере делает макияжи, снимает очень смешные видео. Иногда прям вот, если хочется посмеяться, это Критя Те. Очень классная девчонка, она мне очень нравится. Егор Андрюшин, вышеупомянутый. Привет, меня зовут Егор, добро пожаловать на мой неистовый канал. И сегодня у нас очень необычное видео. Это молодой человек, который живет в Киеве, ворвался буквально в бьюти сообщества, невероятно энергичный, позитивный. Он делает наикрасивейшие макияжи. То есть вот многим девушкам просто и не снилось то, что делает он. Он очень творческий человек, он по образованию дирижер, всесторонне развитый. Очень интересно его смотреть. Тоже затрагивает часто очень острые темы, помимо того, что делает макияжи и обзоры, и трэш-салоны красоты, и много всего. Егор, супер, рекомендую. Татьяна Золоташко. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Золоташко. Это бьюти-блогер и визажист из Украины. И визитной карточкой Татьяны являются роскошные, выкрашенные в ярко-розовый цвет длинные волосы. И Татьяна запустила свою линейку косметики по уходу за бровями, инструменты, кисти и так далее. И этот розовый цвет, он прослеживается такой некий лейтмотив, который сквозит через всё её творчество. В общем-то, всё оформлено в этом цвете. Если вы интересуетесь бровями, если вы бровист, работающий, рекомендую вам зайти на канал к Татьяне. У неё можно почерпнуть очень много полезного и интересного по этой теме. И, конечно же, Татьяна делает и макияжи тоже. Очень интересная девушка. И на Инстаграм я на её тоже подписана. Татьяна Рева. Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами снова будем обсуждать очень интересную и очень важную тему. Татьяна Рева – это просто любовь. Вы знаете, это пример для всех и доказательство того, что возраст, он только у нас в голове. Честно, не помню, сколько именно Татьяне лет, но точно за 40. И вы вот просто зайдите на её канал и посмотрите, насколько она элегантная, утончённая и ухоженная. У неё потрясающий вкус. Она делает видео про то, как собрать гардероб, даёт рекомендации по уходу, по маникюру, по каким-то различным процедурам. Её невероятно приятно слушать. Рекомендую всем ознакомиться. Желаю тоже Татьяне процветания и роста огромного. И есть ещё один блогер, о котором я вам хочу рассказать. Это Андрей Петров. Многие его, конечно же, знают, и он такой достаточно эпатажный, я бы даже сказала, ладиозный персонаж. Как мне кажется, это часть некого образа, такого хайпового, очень сильно эпатажного образа. Но как по мне, вот если вы хотите знать, кто такой Андрей Петров, я очень сильно рекомендую посмотреть интервью, которое он провёл на канале Пушка с TikTok-блогером Володей XXL. Всем привет, ребят, с вами Пушка, и сегодня спецвыпуск. Я в качестве ведущего Андрея Петров. С каким достоинством? Насколько интеллигентно он всё это провёл, несмотря на то, что было куча провокаций. И в принципе, этот персонаж, Володя XXL, наверное, многие знают. Ну, не знаю, мне кажется, я бы, наверное, просто сковородкой по голове бы его давно ударила. В общем, он очень интересный молодой человек. И вот это интервью как раз показало, какой он есть на самом деле. Как мне кажется, всё, что он делает эпатажного, это уже вот как бы для подписчиков, для раскрутки, для какого-то роста, для монетизации и так далее. Это тоже имеет место быть. Почему нет? Как бы тут многие средства хороши. Ну, я его частенько смотрю. Да, мне очень нравится. В общем, вот так. Я с вами сегодня поделилась с моими любимыми бьюти-блогерами. Я надеюсь, что эта информация была вам полезной, что вам понравилось это видео. Очень буду рада, если вы поставите лайк, подпишитесь, включите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я сейчас тоже решила сосредоточиться на съёмках видео. буду стараться выкладывать, но если не каждый день, то настолько часто, насколько мне это получится делать. И всем спасибо. Пока!